Здравствуйте, дорогие мои подписчики, друзья, товарищи, приятели и приятельницы, дамы и господа. Я знаю, что вы любите вот такие вещи быстрого приготовления, типа лапши. Их много производителей, мы сейчас не про рекламу, мы про идею. Я знаю, почему вы любите. Вот эта штука вызывает привыкание. Я не против этих всяких вещей. Даже пишут ведь состав. Но вот тут не написано. Просто написано бульон приправа со вкусом говядины. Я подумал, что для меня лично вкуснее было бы создать какую-то свою собственную приправу, которую я бы хранил не год и не два, которая должна будет съедаться за неделю, за две. Но максимум за три, если вдруг две недели дома нет никого, вы потом приезжаете с голодухи. Я к тому, что давайте создадим ее вместе. Одна крупная луковица должна быть нарезана мелко. Прям как можно мельче, пожалуйста, нарезайте. Вам в руки нож. Если ваш нож плохо режет, значит напрягайте мужа. Если вы сам муж, значит напрягите сами себя и сделайте, чтобы нож точился, был наточенный. В общем, стремимся к остроте. Как только лук у нас нарезан, ставим сковородку, пока она нагревается. Сама идея лапши, которую придумали в Азии, невероятно облегчает нам жизнь. И вам в том числе. А иногда облегчает жизнь с похмелья. Вы это знаете не понаслышке. А если кто вдруг не страдал этим недугом, значит, ну, увы, вам не понять. Тех людей, которые любят лапшу быстрого приготовления с утра. Вот этот вариант, он может быть в том числе антипохмельный тоже. Но я хочу, чтобы та приправа, те, скажем, вкусовые добавки, которые вы будете использовать потом, посмотрев этот ролик, вы хотя бы знали, из чего состоит ваша еда. Потому что на пакетике написаны слова-буквы, в каком процентном соотношении, что там. Это загадка. Но люди едят, миллионы людей едят это с удовольствием. Так, значит, у меня здесь две пачки масла. Сливочного масла две пачки. Значит, смотрите, луковицу мы будем жарить на сливочном масле. Вот таким образом обжариваем луковицу. Мелко рубленную. Давайте огонь снизим, а остатки дорежем. В общем, как только вы дорезали все остальное, нужно сюда добавить остатки. В общем, цель. Лук должен растушиться, растомиться и превратиться в такие серые катышки, серые кусочки. Так как все, значит, масло мы сюда расходовать не можем, иначе нечем у нас потом будет форму держать. Добавьте чуточку оливкового, именно оливкового масла. Все, единым слоем вот так вот по сковородочке. Раз, раз, раз. Теперь чеснок. Как мы без чеснока? Тут по желанию. Значит, я всегда, когда режу крупные зубчики чеснока, всегда вытаскиваю серединку. Мелкие не вытаскиваю, потому что делать это неудобно, не вижу никакого смысла. А тут так, знаете, как будто бы я вижу смысл в этом и это делаю. Теперь поперек. И вот этот мелкий кубик отправляю к луку, уже практически пожарившемуся. Пока лук и чеснок у нас томятся, делаем вот что. У меня здесь сливочное масло. Копченая паприка уже у многих появилась. Вот смотрите, ну, наверное, пол чайной ложки здесь. Отправляем сюда. Значит, черный перец. Вот так, чтобы было видно. На одном из кусков масла, сколько по объему черного перца. Его должно быть там прилично. Потому что в итоге добавлять этой смеси, мы же будем не две столовые ложки, да? Дай бог половину столовой ложки. Смесь должна быть концентрированная. Аджика. Аджика, сволочь, острая. Поэтому с аджикой очень аккуратно. И в аджике много свежего чеснока, поэтому она такая будет. Здесь в ступке у меня тмин. Кто не любит тмин, тот использует зиру. Кто не любит ни тмин, ни зиру, не использует ни то, ни другое. Можно немножко мускатного ореха тирануть. Мускатного ореха тирануть. Сказал, вспомнил. И, конечно же, тиранул. Чуть-чуть. В принципе, можно использовать приправы, те, которые вы любите. И рецептура может отличаться от моей. Вот смотрите. Что тут от луковицы и от двух зубчиков чеснока-то осталось? Совсем ерунда. Но цель. Значит, во многие смеси, приправ там и всевозможных таких штук, добавляют экстракт лука и чеснока. Значит, можно, конечно, купить, заморочиться, экстракт лука и чеснока. А можно вот так вот заморочиться и протушить хорошенечко лук и чеснок. И будет без экстракта. Будет все это с настоящим луком и чесноком. Значит, пока у нас тут все это жарится, вернее, плавится масло. Бекон. Куда мы без бекона? И вы знаете, хочу я вам сказать, что если вдруг вы бекон не едите, ну, бывает такое, значит, увеличивайте количество копченой паприки и аджики. Если вы едите бекон, то его нужно пожарить так, чтобы получились чипсы. Ну, чтобы у нас не было сала внутри. Нам нужно вытопить лишний жир, оставить только твердые вещества, а потом сюда покрошить, жир выкинуть, чтобы не было сильно-сильно копченое. А потом, я так понимаю, что во всех вот этих вот беконах и так далее такое количество глютамата натрия, что, дай бог, каждому. Половинку ложечки кориандра. Значит, для тех, кто не ест мясо, можно добавить, знаете, что? Продается, во-первых, в китайских магазинах продается сушеная креветка. Ее можно пожарить в масле, перетереть. Или в обычных магазинах продается очищенная коктейльная креветка. Возьмите ее на сито, на ночь. Она вся разморозится, стечет. Потом в масло ее, тоже до таких чипсиков, мелко-мелко порубили и туда вмешали. У вас будет такой рыбный аромат, такой концентрированный, я вас уверяю. Так, сухой чеснок. Чуть-чуть на кончике чайной ложки. Вот. Сухой не заменит свежий, а свежий не заменит сухой. Поэтому я всегда говорю, должен быть и тот, и другой. Продмейно начал говорить, говорил, 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 говорил. Хорошенечко его нужно перемолоть. И по вкусу добавить сюда тоже на кончике чайной ложки. Прям чуть-чуть совсем. Он должен создать пряный, пряный такой легкий аромат. Один раз сделаете так, как я вам показываю. Второй раз вы поймете, как вам больше нравится. Нужно хотя бы один раз сделать, чтобы понять, каких вкусов вам нужно туда добавить больше. Или наоборот, какие-то убрать. Кому-то нравится аджика. Может быть, сливочное масло с аджикой этого будет достаточно. Не нужны никакие другие специи. А кто-то скажет, ой, а мне мускатный орех больше нравится. И вместо тмина зиру. А аджику я вообще класть не буду. Это же идея. А вы ее должны реализовать по своему вкусу. Тмина на кончике ложки. Буквально. Вот видите, тут даже солью чуть-чуть. Наверное, вот так вот. Больше будет. Вот так правдивее будет. Бекон выжаривается. Значит, а мне сюда требуется цедра лимона. Лимон у меня есть только узбекский. Но я вам предлагаю использовать тот, который у вас есть. Я тут не принципиально. Хотите прямо, чтобы был сицилийский? Если вы живете в Италии и имеете доступ к сицилийскому, значит, используем его. Если используем, значит, норильский, да, то его используем, значит, если кто-то живет в том месте, где лимоны вообще не растут, значит, да купите то, что есть и используйте цедру лимона. Но именно лимона, ни апельсина никакого. Потому что у лимона такая специфика, вот такой привкус своеобразный, что никакой другой цитрус его не заменит. Да и вы прекрасно знаете, никто же апельсин в чай не добавляет, а лимон добавляют все. Ну, в той или иной мере. Поэтому именно лимон должен быть здесь. Он там поженится со всеми остальными вкусами и будет вообще как дома. Что нам еще осталось тут для пущей радости? Правильно. Немножко томатной пасты. Прям пол чайной ложечки. Томатная паста при всем, при всем моем неуважении к кетчупу, томатная паста создает невероятный вкусовый баланс. Кислоты не хватает здесь. Просто выдавить сюда лимон мы не можем, уксус тоже не можем дать. Мы не имеем права здесь жидкие вещества вводить, масло может не удержать все это. И обязательно зеленый лук. В идеале вы наверняка же ели не один всякий там быстро растворимый ингредиент, элемент. Можно нарезать лук. Кстати, если вдруг он у вас начинает увидать. Ну, постарел по-русскому. По-русски вернее. По-русскому. По-русскому языку тройка. Постарел. Постарел лук. Нарезали его мелко, бросили между двумя салфетками. Одну сверху, другую снизу. Все, он у вас высохнет. Добавьте сушеного туда, приправки сушеной. Если нет, я вот всегда добавляю свежий. Смотрите, у нас почти все вытопилось. Почти все вытопилось. И надо подготовить... Значит, я вот это выключаю. Тамат-пасту убираю. Пластиковую досочку. Полотенчики бумажные. Так вот накладываем. Пластиковую досочку, чтобы стол не измазать. Досочку удобнее мыть, чем стол. Вот смотрите, что получилось. Бекон на низкой температуре выжаривается до коричневого цвета. Не путать со сгоревшим. Сгоревший черный. В видео про гуся были комментарии. Да он у вас сгорел. Да вы попробуйте сделать точно так же. Вы поймете, что сливовый соус, хой син, которого там большинство не видело. Вот этих вот людей, которые спорят, они даже не залезли в интернет, не посмотрели. Хой син черного цвета. Сливовый соус. Из-за этого он такой черный становится. У меня даже супруга развозмущалась. Там где-то комменты писала. Вот типа, да вы вначале попробовали его, потом писали, сгорел у вас, не сгорел, блин. Так, дальше. Бекон сохнет. Нам его нужно вот так сделать. Чтобы лишний жир впитался весь. Чтобы он остыл. Пока у нас остывает бекон, разминаем сливочное масло. Я сам себе завидую. Ну вы поняли, да, что это универсальная приправа. Для любого супа, для любой каши, знаете, как вкусно будет. Вот вы отварили гречку, а у вас в холодильнике стоит баночка вот такой приправы. Вы гречку отварили, обычную гречку. Даже можете, знаете, как сделать. У меня там есть, значит, ролик про то, как варить гречку. Вы можете залить ее кипяточком, да, и потом на ночь оставить. Утром проснуться, она все впитала, в микроволновочку раз, прогрели ее. И вот столовую ложку вот такой приправы перемешали и на работу. Представляете, скорость какая ваша завтрака будет. Или, например, хлеба нарезали, бросили в тостер. У вас хлеб там подрумянился. Потом берете вот огурчик на хлеб вот этой масляной смесью вкусной. Сверху огурчик накидали. Божественно. С божественными ощущениями мчите на работу. Вот этот бекончик весь меленько режем. Видите, он крошится. Нам нужна крошка, именно крошка. Чтобы бекон не попадался у нас кусками на зубах во время поедания. Он должен нам создать вкус, как усилитель вкуса должен подействовать. С креветками делайте то же самое. Крошева должно быть. Да, кстати, спасибо большое за поздравления с Новым годом. Их было очень много. Мне очень трудно отвечать на такое количество сообщений. Но вы знаете, что я их читаю. Что я вижу такую огромную географию. Начиная от... Я же не знаю откуда. Только на Северном полюсе, наверное, я не видел. Хотя и в Исландии есть, мои подписчики. Нифига как вкусно. Соли нужно гораздо больше. Ну, потому что это уже приправа. Она же концентрированная. Обязательно больше нужно перца. Прям вообще надо много. Чуть больше нужно сушеного чеснока. Копченой паприки никакой не надо больше. Но я бы сюда еще добавил, знаете чего? Кориандры. Вот с аджикой будьте аккуратны. У нее такой вкус, что ощущение, что еще чуть-чуть. И мы все это в Грузию превратим. Так, еще пол ложечки кориандра. Там мускатного ореха не надо. Значит, соли. А, сахар. Один из самых главных ингредиентов, который есть в любых смесях. Вот подобного рода. Это сахар. Тоже пол чайной ложечки. Все, дальше там, значит, крахмалы, загустители. Е264. Значит, варианты. Это была шутка сейчас. Это была шутка. Но вот какие еще могут быть варианты, если мы не говорим про шутки. Те, кто не стремаются, те, кто активно используют куриные бульоны в еду, можно вот сюда половинку куриного бульона на терочке натереть, или если он разламывается, раскрошить его и туда добавить. Там много усилителей вкуса. Вы можете купить в магазине плюс так просто глютамат натрия. И прям чайную ложку одну. Туда засунуть. Все это перемешать. Есть прям масса людей, которые говорят, ну и что, что глютамат натрия? Ну типа, что вы паритесь? Вон Китай весь шпилевиливлен и на глютамате сидит, да? Весь рождаемость сумасшедшая. Некоторые поговаривают, что из-за глютамата натрия такая тема. Но это все, опять же, шутка. Я хоть и не улыбаюсь, но вот это самое. Много поваров вообще не заморачиваются по поводу глютамата натрия. В ресторанах он идет мешками, сыпят его люди, едят борщ, говорят, вот самый вкусный борщ, вот там вот та, в таком-то ресторане, там в своем городе. Просто, ребят, ну сыпьте больше глютамата натрия, будет у вас вкусно-вкусно. Поэтому, если вы не паритесь по этому поводу, то вы можете вот в эти смеси добавлять, но тут я вас уверяю, сливочное масло плюс бекон, плюс экстракт лука, чеснока, сухого чеснока и всех этих специй делаю я, они сделают без глютамата натрия, блин, вам просто день. Все. Значит, берем вот эту штуку, перекладываем в банку. Вот это самая универсальная приправа. Макароны отварили. Любые. Ложку добавили, перемешали, поели. Суп отварили. Что-то не хватает. Ложечку взяли, добавили. Теперь это закрываем. Так, подождите, вот этот пузырек воздуха. Постукиваем, воздух выгоняем. Закрываем. Раз. Два. В холодильник убираем. Симселеби махалай махалай. Лапша заваривается. Я вообще, когда такими вещами пользуюсь, я ее водички наливаю вровень, да, вот, ну, чтобы, вот, у меня как мерный стакан получается. Ломаю ее в сотейнике, довожу до кипения, даю ей прокипеть ровно одну минуту. тогда лапша вся проваривается, а не, вот, если просто заваривать, она как поролон, она белая. Жуешь как поролон. А когда провариваете пару минут, одну-две минуты, она у вас становится прозрачная, вся такая плотная, проваренная, вкусная. Та-да-да-дам! Смотрим. Ну, по времени должно было завариться уже. Ну, да, вон поролончик, видите какой? Она просто так не пропаривается вся. Она только намокает. Вот это по текстуре, от этого практически ничем не отличается. Оп! Теперь волшебного зелья, пол столовой ложечки. Все, погнали наших городских. Тут дальше по остроте. Ух ты! По остроте сами регулируйте, потому что хотите больше каенского перца добавить. О, бульончик какой! Ух ты! Соли, конечно же, не хватает. А в остальном, прям вообще огонь. Лапши. Как говорит Тумен, друг наш тибетский. Лапши. Ну, ладно. Вы ругаете, что я чапкаю? Вот эту штуку не чапка есть нельзя. Потому что это, во-первых, горячо. Во-вторых, вкусно. Да. В рисовую кашу попробуйте. Вот это будет бомба. Ну, я еще вам, как любитель риса говорю, я очень часто рисую кашу готовлю. А вот эту штуку редко ем. Но хочу вам сказать, что вот пока она мне не кончится, я ее буду везде засовывать. Потому что это потрясающая вещь. И если вы ищете бобро голем, значит, вы до сих пор еще не попробовали доширак своими руками. Это же вообще. Берите и делайте. Причем делается-то быстро. Пока, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова